здравствуйте сегодня день как вчера а вчера не было ничего хорошего снова публикую номера карт сбера тенькова юмани спасибо за поддержку меня часто упрекают в том что я не называю вещи своими именами действительно я не сторонник назывной журналистики про это самое про пуйло и прочее обращайтесь к украинским коллегам там только рот открыл и сразу ясно на чем закроет понимаете если я скажу вам что такой то вот как а бяка и засрака вы же не не поверите вы слушаете может быть примите к сведению но не поверить а вот если после моих слов эта мысль как бы самостоятельно придет в вашу голову это другое дело сами то себе вы пока еще верите правда так что моя задача предоставить вам материал для собственных выводов ну и ладно теперь о новостях кратко байден подтвердил поставку украине одного комплекса патриот шойгу призвал увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая около трех тонн мазута развелось в акватории таманского залива азовского моря должность президента татарстана планируют 1 января переименовать в главу республики тимур бекмамбетов продал создавшую ночной дозор и елки киностудию базилевс и продолжается забастовка курьеров яндекса теперь подробно французский цезарь подстрелил царского волка рогозин ранен на окраине донецка то ли в спину то ли чуть ниже опасности для жизни нет чего нельзя сказать о двоих присутствующих на дня рождения на дне рождения выдающегося деятеля они убиты ранен и премьер правительства днр хакенко но он даже отказался от госпитализации группа советников с претенциозным названием царские волки долго проживала в комфортабельной гостинице на окраине донецка где решили устроить банкет в ресторане шежбеж с участием официальных лиц по случаю дня рождения дмитрия олеговича вот оно и прилетело зачем вообще группе советников какое-то название если ты советуешь а не пиаришься на фоне происходящих событий зачем в днр советы бывшего главы роскосмоса они что собираются запускать что-то там на орбиту или строить космодром под авдеевкой или у них есть какой-то значимый впк которому необходимы консультации по продвижению потому что технологические производственные вопросы это немножко не карагузину ясно же что миссия носила исключительный характер личного пиара одного лица ну шоу пиар удался и всего двое убитых можно сказать малой кровью своего рода повтор подвига трех мушкетеров устроивших завтрак под обстрелом в расширили путин рубит окно из европы россия и иран ведут работу по строительству нового трансконтинентального торгового маршрута пишет блумбер новый торговый путь состоит из речных и железнодорожных маршрутов которые связывают иран и россии через волгу азовская каспийская моря и позволяет странам вести торговлю независимо от западных стран а также дадут москве более короткий выход к индии как отмечает агентство блумберг москва намерена установить круглогодичное водное сообщение между азовским и каспийскими морями расширив существующие судоходные каналы а тегеран расширяет железнодорожную сеть до иранского порта чабахар на побережье аманского залива собственно маршрута проложил еще афанасий никитин с тех пор суда спускаются по волге пересекают каспий дальше уже сухопутным образом грузы идут на юг ирана где снова попадают на суда уже идущие в индию индия сегодня это перспективно огромная экономика ближайшее время способна составить конкуренцию китаю собственно по паритету покупательные способности это и так третья экономика мира но от первой экономики мира китайской она пока отстает раз в три но разрыв этот будет сокращаться свое время еще петр первый основал таганрог как окно в европу по южному маршруту через босфор но не сложилось войну с турцией он проиграл и о южном маршруте пришлось забыть лет на 70 но ведь и сейчас маршрут через босфор достаточно проблемный его контролирует турция там как пойдет а сухопутные границы на западе перекрыты все то есть маршрут действует ростов-на-дону иль таганрог волга-донской канал волга каспий далее сухопутный маршрут через иран с севера на юг побережье аманского залива где снова перевалка грузов на суда и в мумбаи но это маршрут из россии азовское море теперь внутренне российское и дальше либо керченский пролив и босфор либо как-то посуше с точки зрения логистики не очень по километражу вроде бы короче чем через суэц но зато три перевалки грузов это долго не говоря довольно долгом проходе через волгодон и главное окно из европы ведет только в россии да нам есть что предложить индийской персидской экономики но это явно не те объемы что протекают через суэц да и технологически все выглядит достаточно убого не идет речь о гигантских паромах везущих по экзотическим морям не только грузы но и толпы туристов но только представим себе сотни тысяч туристов из богатеющий на глазах индии и динамично развивающиеся персии для них лучшая в мире рыбалка в низовьях волги наша шампань на берегах цемлянского водохранилища античные памятники при азове и крыма нет будут тянуться унылые сухогрузы были проекты строительства канала через иран с севера на юг это бы позволило избежать двух перевалок по сути оставалась одна погрузка на суда в устье дона но это видимо слишком масштабно это китайцы могут рыть второй суэц а турки второй босфор мы не можем европа готова поставлять на украину любой мусор гендиректор оператора литовских электроэнергетических сетей литгрид рокос мосюлис заявил что киев согласен получать даже не работающие или сломанное энергетическое оборудование чинить его самостоятельно литва уже поставляет не за незалежные электрические трансформаторы по словам мосюлис одно такое устройство стоит около двух миллионов евро для отправки на украину его сначала нужно разобрать слить масло и на весь процесс нужно около двух недель мы обновляем нашу сеть и все что мы демонтируем мы отправляем украине отметил мосюлис надеюсь стоимость описанных работ тоже включена в цену в общем дорогие европейские рабочие мы слышали что вы недоедаете так вот все что вы недоедаете присылайте пожалуйста нам но 2 миллиона евро за списанный сломанный трансформатор это хороший бизнес но кто ж позволит закончить такую выгодную войну байден зеленским занялись поиском справедливого мира президент сша джо байден на совместной пресс-конференции с владимиром зеленским заявил что тот готов к поиску справедливого мира с россией подтверждение этого зеленский кивнул нам также известно что владимир путин не намерен прекращать эту войну и сша намерен гарантировать чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны добавил президент сша в общем все ясно ни переговоров о мире ни самого мира не будет ни в ближайшем не в более отдаленном времени ирана иракская война тоже начавшись как блиц крик затянулась на 8 лет события на донбассе начавшиеся по сценариум крымской весны тоже продолжились на 8 лет и все основания считать что по аналогии нынешний конфликт тоже может продлиться долго новым послом сша в москве назначена лин трейси по личности посла можно судить о реальных отношениях сша и рф лин трейси профессиональный советолог окончила бакалавриат университета джорджии по специальности советские исследования и вся ее карьера в госдепартаменте связано с бывшим ссср от секретаря по политическим вопросам в посольстве сша в туркменистане до посла в армении трейси работала и в посольстве сша в москве в 2014 17 годах заместитель посла сша в россии сразу после провального посольства майкла макфола тогда послом в рф был джон тэ перебравшийся в москву из американского посольства в киеве роль посла сша в украинском госперевороте переценить трудно вот у него и была лин трейси заместителем